Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 12-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске вынес из общежития таможни 220-го номера предметы для лыжника по квесту «Реагент. Часть 2». На заводе забрал и вынес предмет из административки, закрыв «Реагент. Часть 3». Ранее на заводе отремонтировал уже панели, оставалось только выйти живым, поэтому получилось закрыть квест «Садоводство. Часть 1» для механика. И на ночном берегу проверил метеостанцию и крышу санатория, закрыв квест «Сигнал. Часть 1» для механика. Выпуск поддержали финансово Дмитрий Бриггер, Мистер Гэббикс, Роберт, Александр Хэткраб, Прохожий, Просто Бот, Александр Якут, Александр, Макс, Стефан, Антон Палыч и Жека Немолодой. Огромное спасибо за огромную поддержку, мой дорогой зритель. Будьте здоровы! Привет, Ереван! Питер, привет! Сегодня попробую диким на улице Тарково сходить. Выгодно лутаться это та, но безопасно ли? Вот в чём вопрос. Спасибо вам ещё раз за поддержку. Всем приятного просмотра. Тренажёр в нашем распоряжении. Ё-моё, у меня завершилось строительство, и теперь можно будет нашего ЧВК тренировать здесь. Да, попробуем. Всё нормально. Я ничего не нажимаю, у меня сломалась качалка. Говорят, это какой-то баг, когда исправят информации, к сожалению, нет. Поэтому пока без тренажёрного получается. Но боль в мышцах имеется. Дебафов никаких нет, негативных последствий, да? Штрафов и прочего. За исключением того момента, что покушать и попить теперь надо после тренировки. А, кстати говоря, сегодня пробую на другом сервере. Это будет Центральная Америка. По пингу там 150-170 примерно будет, скорее всего. Вдруг с запада, часть первая, надо делать. Раз уж я взялся выравнивать финансовое положение своего ЧВК, то я предлагаю прогуляться за Дикого сначала на улице Тарково. Ну, пойдём. Вы там говорите, что ну очень вкусно на улицах Тарково. Но вы должны понимать, что Тарков, точнее улица Тарково, она довольно маленькая. И все вот эти вот коридорные, закоульные, там больше, наоборот, вероятность того, что вы лоб в лоб с кем-то там столкнётесь. Ну, пойдём, сходим. Посмотрим, чё. Волков боятся в лес не ходить. Правда, и выходы тоже не знаю. Но там, может, сориентируемся как-то. Опачки. Ну, медицина есть уже. Уже неплохо. Ага. Здравствуйте. Я таких гранат ещё не видел. РГО и РГН. Прикинь. Нифига себе. Это что такое в леске? А тут тоже Дикий со мной подспавнился. Так, я, похоже, что... Ну да, Конкордия. Стройка. 46 минут. Серьёзно? Меня в начало рейда спавнит? Нормально, нормально. Спуск подвал, вентиляционная шахта. Это возле кинотеатра, да? Канализация. Это... А где это... Где эти выходы? Да. Ну, как же без этого? Надо, в общем, по-любому делать ноги отсюда. Это однозначно. Это единственное, что я точно знаю. Так. В каком направлении мне двинуть? Угу. Катакомбы. Вентиляционная каналка. Спуск подвал. А, спуск подвал. Я помню. Он вон там где-то. Там мы полутаемся. Пожалуй. Поблетосина. Нормально, нормально. Спуск в подвал, в конце... Вот этой улицы и направо. Вот этой, по которой я сейчас иду. Там же, в конце улицы, можно будет заглянуть чуть-чуть подлутаться. А тут дикие обитают во дворах, так что... Да, кто-то за дикими пришел, получается. Аирдропы летят, капец. Ого. Тю-ю-ю. Тю-ю-ю. Хе-хе-хе. Тарков такой смешной. Возможно, это из-за аирдропа, короче. Блин, кто-то рядом прям тут. Надо бежать. Возможно, и из-за аирдропа такие висяки. Потому что карта и так не выдерживает таких. Она... Это такое ощущение иногда, что она проснулась, такая... Так что, опять работать? Мы так не договаривались. Вы же меня не доделали. Да мне, а что, много-то тут надо, что ли? На самом-то деле. Так, а вот мне как раз в ту сторону, где шлепнул сейчас... Драбадан. Хе-хе. Это как во сне, это, короче, когда руку отлежишь и пытаешься кого-то стукнуть во сне, да? А у тебя не получается. Ты вроде бьешь со всей силы, а там удар такой. И в недоумении такой смотришь. Да чтоб тебя, Тарков. Ну, перестань. У меня аж этот... Сейчас сплохеет, по-моему. Не серьезно. Молочко я люблю, конечно. Но не настолько, чтобы пить его. Даже за дикого. У меня выход есть вот здесь сразу. Вот этот подвал мой выход, да, точно. Все отлично. Это спуск в подвал. И это хорошо. Да тут кто-то был, по-моему. У меня аж укачивает от этой возни всей. О, да. В час пик вечером вообще не вариант, по-моему, заходить на улицу Таркова. Твою мать. Я, наверное, лагаю, у него там жутко. Можешь, отстанешь от меня? Непонятно. Ух ты, плата квестовая. О, картотеки я люблю. И красавчик люблю. А, вот так вот, да? Ты не отстанешь от меня, да? Блин, я сейчас скину гранату, а она, зараза. А, вон там дверь закрыл. Я так вот тоже умею. Как воевать, не знаю. То есть ты хочешь сказать, что уже все тут нет? Вот что-то есть в картотеках. О, сейчас дикие придут. Может, помогут мне сбежать хотя бы. Так. Рулетин. Ути, кого застрелил. Тут наших бьют. Да, блин. Я даже не знаю, в какое окно примерно кидать, если честно. Ну, а как это громко было. Уши на месте, надеюсь, у всех. Короче, я пошел. Пойду за ЧВК. Ну, честно говоря, 46-ая минута, и я уже появляюсь диким на карте. Это, конечно, интересный момент. То есть времени, как минимум, предостаточно спокойно походить, потактикулить и все такое. Не надо, как ошпаренный, бегать по всей локации с точки А в точку Б. И при этом это будет только от точки спауна до точки выхода. Ну, слишком много народу и слишком уж плохо Таркову на улицах Таркова. Ну, идти мне туда по-любому надо, поэтому я за ЧВК пойду. У меня аужик тут заряжен. Вот с этим аужиком мы, в принципе, и пойдем. Зеленый фаер беру для того, чтобы, если будет возможность, выйти на улицы Климова. Сегодня у меня в планах пару квестов. Один из них это аудит. Хочу сходить на улицы Таркова, новую локацию, и найти финансовые отчеты на локации. Их нужно будет мне вынести для барахольщика. Награда очень вкусная, 200 тысяч рублей обещает. Это типа где остановился там и будешь продолжать. Это я понял Тарков. Он меня безжалостно заспавливал, прям в том же самом месте, где меня ЧВК ожал. Так, а можно ли тут пройти насквозь? По идее, такая возможность должна быть, я считаю. Так, это что такое? О, пойдет. Пойдет такой вариант тоже. Это я сейчас захожу в местный отель Пайнвуд. И через супермаркет, скорее всего. Это дикий, по-моему, нет? Красный пакет. Все, пацаны, без меня! Ну что ты? Бро! 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 Ну как так? Блин, а вообще по-хорошему мне бы его подстрелить бы. Так-то. Ладно. А, он здесь. Ой-ой-ой, военный кабель, сух. Ух ты! Ух ты, сухарики мне же как раз по сельпо надо будет. Я там, по-моему, как раз два, две банки тушенки и не доварил. В общем, будет в цвет, если выйду. Вектор. Так, полон девяток. В общем и целом, знаете мне, что нужно? Мне вот она улица Климова, снайперская. А вот здесь супермаркет, если помните, квестовая шестерочка. И вот напротив этого супермаркета как раз вот это желтое здание мне нужно. именно там находится нужный мне предмет, нужная папка. Значит, надо как-то туда просочиться. Эти заборы понастроили. Не проехать, не пройти. А, ну, погнали. Мне бы аккурат в это желтое здание нужно внедриться. Через дворы заборюсь, чтобы там по улицам не бегать. Ух ты, тут курточки, смотри. Ё-моё. Ещё курточка. Надо посмотреть. А вдруг ключ какой-нибудь нужен хороший. Пожалуйста, фтормоскоп. Вот так сделаем мне. А хотя он мне без галочки и не нужен, в принципе. посмотрел, там кое-какой бартер есть. Заберу галеты с собой. Блин, нет, тарков не откидывай, не надо. В общем, было мнение ещё насчёт того, что у меня откидывает здесь на улицах тарков из-за того, что большой пинг. Возможно. Не исключаю. Ну, посмотрим это сейчас... Сейчас посмотрим это всё дело на другой локации, если здесь всё получится вынести. Здесь, по-моему, это папка. Да, точно. В офисе вот они валяются. И будут записи именно здесь находятся. Аудит квест. Можем выносить домой. Оп, это уже хватит. Так что нормально. Улица Климова, двор, колодец, разрушенный дом, зона эвакуации. Ой. Воу-воу, полегче, полегче, тарков. Не то нажал. Короче говоря, выходы у меня с локации в другом направлении, в другом конце города, поэтому самый лучший и ближайший выход здесь, это на улице Климова. Сейчас попробуем выйти там. Сюда в этом мне направлении и вдоль этой аллеи до конца. Вам в дикие бормочут, да? Не послышалось. Стреляем? Стреляем. Все, погнали. Оп. Все. И мы отправляемся домой. Тихо и мирно. Все прошло как по нотам. Вышли, стрельнули Дикого, подлутали чуток, забрали нужный предмет и спокойно вышли на улице Климова. Печатную плату я за Дикого Венес можно по сигналу частью второй передать сразу. Передаем финансовые отчеты и закрываем квест-аудит у барахольщика. Получаем 200 тысяч рублей. А, я забыл совсем. Тут уже на китайский Новый год еще раздали кое-какие подарочки. Надо будет тоже забрать. Мне нужен ключ от офиса таможни. Выменить я его могу на данный момент у терапевта либо купить на барахолке. На барахолке он под 100 тысяч стоит и дороже. А некоторые предметы для бартера у меня уже были. Поэтому я их докупил, вымениваю, забираю ключ с собой. Ключ в подсумок, пойду голышом. Горностай, так как мне нужно тарковского стрелка делать и дикий бомж с полихима, мне нужно диких стрелять. Если получится, еще и газель подметим. Я вообще молодец. Короче, смотри, во-первых, я не на ту локацию запустился, да, я на развязку запустился. А во-вторых, знаешь, что еще? Я ни одного магазина запасного не взял. Что за пицца? Короче, пошли на эту, на разлом в заборе. Выйдем просто с локации. Я в СР. Я фиг его знает, о чем я думал, почему. еще и роликса нашел. Вообще нормально. Так, если сейчас незаметно проскочу в эту сторону, можно будет выйти в разломе в заборе. У меня мешка нет, там без рюкзака можно вот и этот выход всегда рабочий. так что не паникуем. Блин, вот что значит не выспавшимся садиться, что-то пытаться думать, да? просто на автомате. Я почему вообще развязку выбрал? Потому что я время там смотрел, походу, последний раз и такой, а, ну ладно. все. Все. Никто ничего не видел, ничего не произошло. Все нормально. Я тут транзитом. Хе-хе-хе-хе. Забавно. Мана-мана, меня за... Ой, блин. Так, а вот к такому меня жизнь точно не готовила. Значит, выходы у меня на восточной стороне, да? Общаги, блокпосты, СРФ, лодка и так далее. Значит, в этом направлении я тогда двину. Мне нужно будет в первую очередь у меня надо на заводскую территорию в общем попасть. Сейчас тут первые спауны, которые передо мной. Все надо будет вниматочно это все осмотреть. Посмотреть спауны диких. И если все в ажуре, то можно будет спускаться на заводскую, метить газель. И двигаться уже в направлении таркона таможни офиса. Мешок с собой не взял. Не рассчитываю лутаться. Кто-то может сказать, что зря. Так, ты-то мне и нужен. Прости, пожалуйста, братишка. Что я так делаю, но я это сделаю. Что, промазался? Нужно в мясо прям стрелять. А вон. Так что ты. А вообще он бы мне навалял с пистолета, если бы услышал меня. На самом деле. Блин, не убивайте его, парни. Он мне нужен. Попал, конечно, но... Ничего, нафиг я голову выцеливал. Вот это вот привычка. Бесполезная иногда. Блин, не добитый. ЧВК, ЮСЕК, друг с западом. Да, я не думаю, что он там будет сидеть. Ну, ладно. Так уж получилось. Всякое бывает. Дикий. Я подумал, что ЧВК. А как, где стрельба была где-то? На заводской или на заправке? Это инфарк... Лишней бы не было. Это про меня, да? Вон он. За вагонами. Блин, он живой там с пистолета стреляет до сих пор. Ну, да ладно. Я... Точно не за ЧВК выходил. Так что, нормально всё. Мне главное просто зачистить территорию, чтобы мне никто не мешался. И всё. Это прям рядом со мной прилетела, зараза. Ладно. Там богат, браза. Алтамат есть, говорит. Алтамат имею. И патроны, говорит, есть к нему даже. Надо на всякий случай. Если вдруг ЧВК вылезет где-нибудь, да? Эти товарищи могут. Зажмём с автомата туда. Вот, вроде бы, нету, да, на поляне никого? Я готов поспорить сейчас. Только выбегу. В районе в лэб буду бежать, когда повылазят дикари. И начнётся баспродал. По-другому никак. Мне надо перебегаться, иначе я сейчас начну вот это вот. Безмерно аккуратничать. Это плохо заканчивается обычно. Ага, складывать некуда, мешок-то не взял. Ладно, это нормально. Пошли в цех. Вот этот цех мне нужен. Внутри этого цеха мне не нравится то, что здесь диких нет. Это не очень хороший знак. Дикий мёртвый лежит. Может, значит, что где-то чувака трутся. Я на месте. Вот. Вот тут есть. Отвечаю, я кого-то слышал. Я кого-то слышал. Сто процентов. Или он на крыше появился. Похоже на то. Вот она, газель. Бам. Привью готово. Сюда ставим маяк. Ладно, не буду выходить. Подожду, пока приживётся маячок. Всё, маяк приживается, как только... А, вон, слева. Слышишь, шорох? Стопудово тут кто-то сидит. Я кого-то видел за вагоном, но похоже, что... Это дикий, и он никуда не ушёл. А нет, вон тело лежит. Вон вагоны. Или он до сих пор тут, или я реально крышу слышу. О, ё-моё. Я же говорю, сидит. Дагилеву, янтя. Я не понимаю, что он там делал всё это время, но он меня пересидел. Четыре выстрела, четыре попадания. Один выстрел я сделал на скалах по-дикому, но там в голову ваншот был. Поэтому все три выстрела под ЧВК по этому повесеку попались. Но он при этом выжил. Однако ничего плохого с квестом Реагент-часть четвёртая не произошло. Мне остаётся только выжить и выйти с локации. Мой маячок прижился, в общем, на транспорте. И в следующий раз, когда я выйду с локации, я просто закрою этот квест. Теперь пойду со снайперской винтовкой с Мосинкой. Пойду в вечернее время на пистолет. У меня есть переходничок, прикупил на барахолке и поставил фонарик. Так что, если что, трёх диких под филина сделаем с фонариком. У меня хытрый план возник. Смотри, я предлагаю, как сделать. Я попробую сейчас пойти за ЧВК на таможню в восемь вечера. Филин мне надо делать с девяти вечера до четырёх утра. И в течение часа игрового времени, а это десять минут примерно реального, я хожу на локации, забираю папку с Таркона и иду в сторону выхода. В районе выхода не выхожу, дожидаюсь девяти вечера, убиваю трёх диких с фонариком с пистолета. И всё. Да, и появился я, короче, на перебежке примерно в этой стороне. Ладно, окей, продерживаю своего плана, пойду на ту сторону, сразу же перебегаю, заряжаю мосинку по пути. Так-то неплохо. Раз я в этой стороне появился, хотя я немножко по-другому рассчитывал, ну да ладно. Раз я в этой стороне, значит, буду действовать с этой стороны. Таркон. Особо спешить не буду. Так. Надо выживать как-то. Забрать папку, если получится. И на ВСРФ мы сможем ещё чуть-чуть пострелять в диких. Но это надо прям быстренько-быстренько. Если я быстренько-быстренько в Таркон забегу, то у меня могут быть конкуранты. Тоже нехорошо. Скрипучка закрыта. По идее, тут же можно и... Да ладно, вот это вот начинается. Слишком аккуратненько буду. Тоже нехорошо. Попробуем спокойно зайти в Таркон. Блин, просто тут видишь, тут мы помимо гаражей вокруг, там просто в самом Тарконе есть ещё спам прямо внутри этого помещения. Если там уже заняты позиции, то это печаль. Мамочки, заходят туда. Блин, мне показалось. Да ладно, мне показалось. Интересно, девки пляшут. О, кто-то есть там, я же говорю. Блин. Спускается. Чуть-чуть я поторопился. Чуть-чуть не дождался, пацаков. Чуть-чуть не дождался, а вы откуда пойдёте? Это тоже интересный вопрос. Как-то надо занять позицию, чтобы и парадку... А, вон он вышел. Готов. А вот сколько их было? Я, по-моему, металл слышал, да, только что? Я не думаю, что он там же выйдет, на чёрном. Я уверен, что он здесь выйдет, если уже не вышел. Хотя, скорее всего, услышали выстрел, да? Вышел, блин, диких пострелять. Вот с этими пулями это бак или что это такое? Блин, я очкаю туда заходить теперь. Я не знаю, там кто есть или нет, но если есть, то мне хана. Это однозначно. Да нет, они по мне стреляли. фига у него там валына. Но будем надеяться, обратила, что ты один был. СТМ очка у него. Светлый лак. Юсек. Юсек. Зашибись. 50 патронов. жаль братела конечно что ты силовой кабель не нашел а может он там есть наверху еще силовой кабель так давай чуть-чуть раскидаемся можно было бы в принципе просто взять да и в него переодеться да чтоб мозги не компенсировать наверное так и сделаю вот так вот так вот мосинку свою спокойно можно будет выкинуть до куда-нибудь а я же болтовку качаю куда выкинуть то что сразу выкинуть возможно что он один был такое возможно я все-таки посмотрю компьютеры вдруг он не забрал просто-напросто эту печатную плату и печатную плату силовой кабель это блин у него и стоянчик еще и с фонариком да по моему это нам нравится типа спрятал радость челоботы похоже будет вот она это папка будь она не ладно которую мне нужно на заводе потом заложить будет силовой кабель парни силовой кабель парни юмор если еще и силовой вынесу в этом рейде это будет вообще бомба я столько квеста по перезакрываю ядро наложил так что у нас время непонятно все нормально без 10 9 это нас устраивает по большому счету сейчас мы посмотрим ли корей на той стороне на в срф если они там с удовольствием я все не видно нифига да ну прям очень плохо видно я бы сказал немножко не успел долго провозился здесь на таможне блин я сейчас выдаю у меня укрытия никакого вообще не будет с этой стороны если alright что я придумаю вот и стехах Поехали. Так. Тишина. Ни одного дикого. Ни одного. На крыше тоже. О, там сидит на трубе. Дай, наверное, лучше смосинки жахнем. Так, где там? Сорый человек, филин. Четыре есть, попал. Хорошо. Ну, так, практично, когда силуэт хотя бы видно, да? Бам, в оптику, и пофигу, там светло или темно. Чётко видно. Цель. Спринтовать не буду. Буду слушать внимательно. Сидеть могут где угодно. Дикие даже не появились. Ну, хотя сейчас уже должны они подъехать. Двадцать шесть уже. Надо потихонечку в сторону выхода смещаться. Один пофилину есть, и пистолет не пригодился. Сейчас поглядим ещё парочку, я думаю, где-нибудь встретим. На общагах можешь выйти. А я деньги не взял. Точно. Можем попробовать на старую пойти. Кур сдержать. Ещё один нужен. Мне послышалось, или он кашлял? Или он смеялся, я чуть не понял. Ага, он какого-то чувака бабахнулся три без галочки у него это. Беретта. Красавчик. Тут суета была. Где-то. Вот он. Чаевок. Юсек. Жетон. Нужен, не нужен, не помню. Уже где-то пол мешка, но дыбал добра. О, речи нет как раз похавать мне. А, он что-то походу делал этот. С ключами. Ну да, у него уровень шестой он. А можно я у тебя по эстехе заберу, братила? Спасибо. Капец, нагрузился бы. Нужен дикий один. И можно идти домой. Главное, аккуратненько все сделать. Четенько. И все будет нормально. Что, попробуем на старой заправке тогда выйти? Если работает. Если нет, по тем выходам по той стороне пойду по заводской. пострелять вариантов немного здесь. Видно не очень хорошо. А там, если что, можно будет на ближней дистанции, да? Бахнуть пару раз. Один дикий остался. И опять ночные приключения. Ради филина. Ради трех диких опять. Ну зато смотри, реально спокойней локация, да? Ночью. Реально спокойней. Никаких тебе бах, тах, ау, крики что-то, взрывы какие-то. Нормально, спокойно идешь? Ну да, встретил там на Тарконе Чавыка. Ну так там одна только точка интереса по всем гаражам этим практически. Где обычно все сталкиваются. Очевидно, что там был кто-то. Тот в общаге забежал спокойно. Забрал ключ с галочкой, у него ключ был. Так. А вон он. Офигенско. Ого. Их там двое, а косо. Ну теперь, я думаю, можно использовать фонарик. Фонарик еще из золцова, так же. Давай. Что, поглянь, пацаны. 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 Справа слышу. Непонятно. внутрь зашел есть куле он пошел бахнул пару раз я готов поспорить что я двоих слышу может внутри дверь закрыта это ладно пока шифруемся дальше но я по моему слышал троих горностейчик ну ладно двоих так двоих в общем заправка не работает зеленый фаер не горит значит пойдем в сторону збхи где спящий лежит да у колючки там если прожектор будет гореть там можно будет выйти по идее салева дурный тормоз получается а вот это квестовая штука все я уже и тяжелый у меня человек ели как ходит сколько мне надо было диких сейчас как всегда останется одного дикого я вышел с локации блин ну и рисковать квестами тоже не хотелось бы так то красавчик заберем приятный звук мне нравится ну и позырим что там у нас по задачам филин завершен не четверых еще много короче да и просто чтобы ночью не ходить да лишний раз блин и дикарей тут вагон целый жук 3 кто-то скинул вот энергия кончается да точно покушать надо есть покушать у меня тут уже лутон не одну все равно как не крути я бы уже хотел выйти на самом деле блин а прожектор не работает смотри зараза придется на дальний туда выход на дальний бункер тем не тогда а может выстрелили просто поэтому по лампочке тоже вот да вот это разбита лампочка похоже что работает та лампочка тоже горит кто-то такую неприятность сделал да за подляну типа а пусть и не подумают что не работает выход потому что правда не работает работаешь работаешь жаль хорошо а может и не очень хорошо но мы пойдем дальше троих диких если мы застрелим то мы еще и бомж с полихима закроем но мне в любом случае возвращаться сюда на таможню потом позже за дикими однако до того квеста мне еще надо будет карателей парочку сделать так что там еще не скоро как раз с ксюхой это по моему третий каратель все таки доделать надо да и потом не последний квест на таможне на самом деле я еще и папку то заводе на заводе не заложил если я ее и не заложил мне еще придется возвращаться сюда на таможню снова за этой папкой и так туда сюда буду бегать пока не получится заложить дики елки там кто-то ура а хоть луна вылезла чуть посветлее будет может стрелим его попробуем тут один там второй ну что вон третий стоит пиздюк выходи общаемся это последний ну ёлки зелёные кто-то крадется дикий или челобот вообще ах блин головняк то какой один дикий а ведь сливаться то нельзя никак вообще никак нельзя сливаться плата 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 нужно мне по моему не нужно ладно заберем на всякий пока они от плату я передал как раз третью за дикого хорошо тогда давай я в сторону выхода скину там мешок вернусь стрельну и выпадет домой чем вот это вот все да да ну ты вот уходишь там что-то ворчишь а нифига никакого толку с этого нет линь елки зеленые тут еще и наверху а я же взял этот кабель силовой то главное чтобы никто на выходе не сидел так вот тебе красный таймер уже давай сюда в ямку кину и налегке прошвырнусь того типочка попробую забрать один дикий всего остался да да один дикий остался я думаю попробует стоит нифига не буду попасть да чё ты такой терминатор то я так и знал что вот это вот это вот это вот все будет именно вот это наконец-то еще ползет не нафиг не буду я одни лутать ничего не смотреть ничего не слушать я того родственник слишком много всякого на кону слишком много квестов я провалю если сейчас не выдаст локации что я пошел по ст гж стреляй чисто в лицо только по мясу немножко совсем брони все непробиваемый тип получается все здорово при хороший хороший рейд получился куча целая квестов выполнилась полчаса на на локации почти 6000 опыта один юс сек получается все остальные все дикари 9 диких в первую очередь давай разберем что касается квеста реагент часть 4 в общем за выполнение квеста лыжник дает мне лояльность и дает кейс для гранат это раз если я сдам квест терапевту то она мне даст кейс для инъекторов это очень хорошая штука она бы мне пригодилась в дальнейшем также можно сдать этот квест по большому заказчику прапору за это он мне выдаст кейс для патронов два штуки и 200 тысяч рублей если честно прапору сдавать этот квест я вообще не вижу смысла у терапевта честно говоря я бы взял кейс для инъекторов но смотрите во первых у меня маленький альфа подсумок я кейс для инъекторов или таблетки особо ношу разницы никакой во вторых час пропитал только восстанавливающим свойством обладает то есть нужно будет и пропитал и а бейсбол какой-то в любом случае таскать я думаю что то пока можно без кейса для инъекторов обойтись спокойно поэтому я пожалуй сдам лыжнику даже несмотря на то что он дает меньше всего денежную по сути награду однако он мне даст кейс для гранат что во первых сэкономит немного места у меня в схроне а во вторых мне не нужно будет платить ему еще миллион рублей сверху чтобы восстанавливать 0,25 лояльности которую я потеряю если провалю квест значит реагент часть четвертая мы сдаем лыжнику а это значит что простое любопытство для терапевта и большой заказчик для прапора квесты проваливаются безопасный коридор квест здесь нужно убить диких в подземном складе резерва 10 штук зато для прапора мы закрываем квест бомж с полихима убить диких на таможне 25 из 25 сделали в офисе таможне нашел силовой кабель можем его передавать и закрывать садоводство часть 2 потому что все остальные предметы я уже сдал механику садоводство часть 3 здесь нужно найти склад конфиската на таможне это снова подниматься туда вверх в офис пока не пойду пока попробую надо на заводе заложить сначала папку вредная привычка квест давно я к нему готовился но так и не дособирал я винстон сигарет это надо будет гулять искать пару пачек но я думаю со временем найдем так что это не проблема я вообще забыл про эти сигареты если честно стрим часть 1 здесь нужно найти подпольную видеостудию на маяке этот квест мы делали в прошлом вайпе знаем что нужен ключ пока его у нас нет к сожалению ну и пришлось попотеть над квестом путь выживальщика филин от егеря здесь нужно было шестерых диких с девяти вечера до четырех утра в ночное время застрелить выдает квест путь выживальщика боевой медик здесь нужно жизнеспособность качать до пятого уровня этот квест будет висеть у меня я не знаю возможно даже давай по у меня очень туго жизнеспособность качается но если не пойти конечно намеренно где-нибудь там не поубиваться об чё-нибудь об колючку потеряться и все в таком духе а что будет с посылкой из прошлого которую я забрал на таможне и которую нужно заложить на заводе мы узнаем в следующей серии все правильно посмотрим что тарков мне приготовил получится ли заложить сразу же в этой временке папку или придется снова идти на таможню снова забирать эту папку и снова загружаться на завод на этом у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился благодарю за вашу поддержку пальцы вверх и добрые комментарии всем приятной игры хорошего настроения и до следующего выпуска до свидания а